Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал и сегодняшнее видео будет посвящено выставке Экспо 2020 в Дубае. Находится она на территории не самого Дубая, а немножко за ним. И здесь каждая страна имеет свой павильон и представляет себя, да, скажем так, рекламирует себя, можно сказать. Такая огромнейшая выставка на самом деле очень интересна и невозможно обойти ее, мне кажется, даже за один день. Центральный павильон очень красивый. Сюда, кстати, возят на экскурсию деток, я так понимаю, да, местных деток, потому что их было здесь очень много. И как раз с него таки мы и начали. Время на то, чтобы походить на этой выставке, у нас было всего лишь 5 часов, всего лишь, вот, и температура воздуха на тот момент была 34 градуса, то есть на самом деле очень изматывающее все это, вот. Значит, центральный павильон, он, насколько я поняла, да, он посвящен экологии, то есть сохранение нашей планеты, да, и, в общем, всякая такая тематика была. Я английский очень плохо знаю, конечно, без переводчика здесь гулять очень-очень сложно. Вот здесь вот, видите, такие как бы системы выращивания, это все, кстати, живые растения, в общем, ну, такое все, да, о загрязнении окружающей среды, там, куча всего этого как бы здесь представлено, скажем так. Вот, гуляли мы просто семьей и привезли нас сюда от отеля, просто приехала машина, высадила нас и через 5 часов нас забрали. Вот, то есть мы гуляли полностью самостоятельно, и, ну, в этом была кое-какая трудность, потому что, ну, мы просто смотрели, так как мы все знаем английский язык плохо, ну, что-то там смогли перевести, что-то нет, то есть, в принципе, было бы прикольно, если был бы хотя бы какой-то, я не знаю, аудиогид, может быть, или что-то в этом духе, хотя, в принципе, и так посмотреть все было, ну, в общем и целом понятно, вот. Ну, по крайней мере, по центральному павильону вот этому, да, хотелось бы, чтобы как-то все это рассказали, по крайней мере, лично мне это очень хотелось, в принципе, детям, ну, просто они походили, посмотрели, что здесь есть интересного, и все. В самих павильонах достаточно прохладно, то есть работают кондиционеры, но уже, когда выходишь из павильона, то есть 34 градуса, это был день, как раз самый Санцепёк, достаточно тяжело тут ходить, плюс еще высокая влажность в Эмиратах, в принципе, вот, ездят здесь такие машинки, которые бесплатно вас довозят до любого павильона, то есть можно сказать, какой павильон вы хотите попасть, и вас спокойно довезут, но вот эти машинки, они тоже кары, да, они тоже часто бывают заняты, то есть все на них ездят, народу кажется, немного, на самом деле много, и здесь как и местные, скажем так, так и различные туристы, вот видите, целая такая экскурсия, я так понимаю, школьников идут смотреть, вот в основном центральный павильон, мы сейчас едем посмотреть Россию, как она себя представила, вот, и много мы куда хотели попасть, но были даже очереди, то есть было просто невозможно, ну, представляете, да, 34 градуса, высокая влажность, и ты стоишь на улице в очереди, это было, конечно, то еще удовольствие. Стоимость, кстати, поездки вместе с входом в саму выставку составила у нас 302 доллара, но мы были далеко от Дубая, то есть до самой вот этой выставки мы ехали на машине, не на автобусе, а на машине, машины передвигаются в Арабских Эмиратах быстрее, чем автобусы, автобусы там со скоростью 80 километров в час, машина наша ехала 130-140, да, и, соответственно, мы ехали полтора часа, то есть автобусом это еще дольше ехать, но мы были далековато от самого Дубая, мне кажется, если проживать в самом Дубае, то, наверное, стоимость данной экскурсии, которой вас никто не сопровождает, да, экскурсию, это так, ну, просто пойти погулять, да, будет намного дешевле. Ну, цены, конечно, в общем и целом в Арабских Эмиратах очень высокие на экскурсии, в том числе, поэтому, ну, такое, да, но у меня муж очень хотел попасть на эту выставку, очень хотел посмотреть, она должна была открыться в 2020 году, но говорят, что она так и не открылась в связи с обстановкой в мире, а открылась только вот в этом году. Вот, здесь мы едем, вот, красные машинки, различные, видите, павильоны, представлены различные страны, вот, на самом деле, очень интересно, и я бы хотела бы вернуться и погулять еще раз, то есть это нужно реально несколько дней посвятить только этой выставке, но такого времени у нас много не было на это, поэтому мы только пять часов, но вернулись, конечно, уставшие, просто без ног, я бы так сказала, хотя вот периодически передвигались на этой машинке, все равно, да, все равно очень большое расстояние. На территории можно купить воду, такие баночки жестяные продаются, и везде здесь стоят контейнеры по сортировке мусора, но на самом деле в самих Арабских Эмиратах никто не сортирует мусор, то есть у них обычный мусоропровод, это просто, ну, так, на выставке, да, выставка, центральный павильон посвящен экологии, соответственно, да, сортируют тоже мусор. Вот наш павильон, Россия, на самом деле, сюда очень много народу идет, и внутри тоже. На первом этаже, конечно же, смешарики, ежик и фиксики тоже, и, в общем, еще этот зайчик забыла, как его зовут, ну, вы знаете, наверное. Я, к сожалению, не могу оставить оригинальную аудиодорожку, потому что здесь играет музыка, YouTube не разрешает мне выкладывать даже такие видео, на самом деле, это очень, потому что это все красиво, это все сопровождается потрясающей музыкой такой, да, то есть английский, я знаю, плохо, не поняла, о чем тут речь, сразу скажу, но у нас она посвящена, скажем так, уму России, да, то есть технологиям России больше, то есть мы не хвастаемся нашим прошлом, а мы говорим о нашем будущем. Вот это вообще круто просто. Горжусь за Россию, честное слово, вот, девочки, потому что я не думала, что настолько круто у нас будет сделана выставка. Это, ну, просто обалденно. Все сопровождается музыкой, да, вот эти вот все панели стоят, и, как вы видите, очень много здесь людей, очень много с разных стран, там даже в одном месте снимали, ну, видно, какой-то канал, я не знаю, ни на русском там говорили, ни на английском, я вообще не поняла, на каком языке, в общем, они снимали эту всю выставку с профессиональным оборудованием, что на самом деле, ну, очень-очень приятно, вот. Так что вот такая вот у нас выставка, очень красиво, очень, то есть внутри побывать, все это с музыкальным сопровождением, все это еще на английском языке говорят, и это на самом деле очень круто. Но не круто, ты понимаешь, что очень не круто, когда ты не знаешь английский язык. Это, конечно, да. И здесь вот представлено то, как различные животные видят наш мир, скажем так, да, это ученые создали по каким-то там нейронным, в общем, я не совсем поняла, нейронным с каким-то связью, там, с мозгом или что-то такое, об этом тоже рассказывается в этом павильоне, да, говорится об этом, но на самом деле это очень интересно посмотреть, вот как, например, видит акула, вообще непонятно, как она видит, вот. Здесь, ну, это на самом деле очень интересно. Тут тоже мы не поняли, что, в общем, без знания английского языка, конечно, тяжеловато, вот. Но очень, смотрите, очень много людей, и даже в других вот павильонах, в которых мы были, не было столько, столько людей, сколько в нашем. Прямо очень-очень приятно. И здесь вот такая центральная композиция, я не знаю, как правильно назвать, очень многие снимают, зачем-то тут Юдашкин. Такая книга, кстати, сделана, которая, это просто панель, то есть не книга, да, но вы ее листаете, как наподобие книги, такое очень здорово, там тоже много что про нашу страну рассказано здесь, да, вот. И вот видите, вы как бы перелистываете, и сделана, как книга, но на самом деле это просто такая панель. Очень прикольно на самом деле, вот. Видите, тоже написано, не трогать, но мы трогали. И вот, вот эта центральная часть, здесь тоже все рассказывается, крутое еще музыкальное сопровождение к этому всему, говорится тоже на английском языке, от зарождения планеты до будущего, будущего того, как видит эта Россия им. Ну, это круто, конечно, очень круто сделано, тоже такие роботы, сама вот эта, да, экран такой сделан, очень вообще обалденный, да. Как раз сейчас будут такие руки, которые как бы создание планеты, создание нашего мира, скажем так. Все это очень красиво, я не знаю, я прямо подзависла. Вот видите, оп, и создание нашего мира. Ну вот, все это с такой крутой еще музыкой. Блин, даже очень жалко, что YouTube не разрешает оставлять подобные вещи. Я пыталась загрузить в оригинальной версии это видео, к сожалению, он мне не пропустил, он мне не дает его даже опубликовать. И так как, видимо, у меня уже были, скажем так, проблемы с YouTube на этот счет, насчет музыки, то он как-то очень следит за мной, видать. Вот, поэтому, поэтому я озвучиваю сверху. То есть, видите, как... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Просто идет какая-то музыка, но много всего тоже красивого, конечно же. Субтитры создавал DimaTorzok Ну а мы идем дальше. Большой павильон Италия представляет. И здесь еще есть такие паровозики небольшие, которые возят целые группы, я так понимаю, группы, которые с экскурсии приезжают. То есть здесь студенты есть и школьники, еще раз повторюсь, да, вот их как раз сажают вот на такой и везде катают. Вот мы как раз зашли в павильон Италия. Тоже здесь представлено, тоже играет такая музыка. Ну очень красиво, конечно, каждый павильон. Ну такая атмосфера такая, каждой страны в павильончиках. Очень, ну очень вообще это, конечно, все нужно видеть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы еще проходили мимо павильона с Германией, там вообще очередь была просто огромная. Здесь Япония и здесь тоже большая очередь, просто огромная. Причем стоять нужно долго, где-то порядка часа ждать. И рядышком как раз такой японский ресторанчик, наверное, такой очень. Мы решили туда зайти, как раз было обеденное время и решили там вкусно поесть. И действительно нереально вкусно. Это просто нечто, конечно. Надо ехать в Японию, причем нам всем, потому что дети у меня тоже и суши, и роллы едят. Я заказала себе супчик и различные роллы. Мы сможем их по две штучки. И мы как раз с ним напополам. Ну и дети тоже у меня с огромным удовольствием едят роллы. Мы все очень любим японскую кухню. Здесь Америка, павильон. Тоже решили зайти, посмотреть, что есть интересного. Америка, павильон. Америка, павильон. Америка, павильон. Америка, павильон. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Каждый, кто попадает на эту выставку, забыла сказать, должен иметь либо ПЦР-тест в течение трех дней, который действительно, он как раз у нас по прилету у нас брали тесты, и, соответственно, мы смогли пройти либо паспорт о вакцинации. Наша российская вакцина, тоже по ней можно пройти. То есть с любой вакциной, скажем так, можно пройти в общем на выставку. Соответственно, мы как раз-таки на второй день после прилета и поехали на эту выставку, пока действует тест. Но в некоторых павильонах мерили температуру, в некоторых нет, можно было просто спокойно зайти. Но там, где мерили, там обычно создавалась очередь. И еще такой момент, нужно, конечно же, ходить в масках везде, не только в павильонах, но и на улице. И это, конечно, то еще удовольствие, потому что дышать действительно очень-очень сложно. Ну вот Сингапур тоже представляет себя, и очень у многих на экранах выведено именно то, как они видят будущее. То есть гордятся своим прошлым и думают о будущем. Это каждая страна так представляет себя, скажем так. Сингапур. Сингапур. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но видимо растений недостаточно, которые из Сингапура Многие из них на этой выставке, как вы видите, я там дальше покажу, они засохли, погибли Непонятно почему Возможно, потому что в Арабских Эмиратах вода для полива, которая используется, это вода, очищенная с канализацией А водопроводная вода это дистиллированная вода, то есть вода, которая, ну вы поняли, да, пустая вода, можно так сказать Поэтому очень многие растения, представленные здесь, они просто, я так понимаю, погибли, наверное, из-за воды Что вот это такое, мы, если честно, не поняли Ну и рай, просто рай с орхидеями, они здесь растут в естественных условиях, то есть не в горшках Какие-то стоят в горшочках, там какие-то прямо вот на стволе вот этого дерева, которое здесь Просто обалденные Это надо просто видеть, вот эти орхидеи, настолько они красивые Здесь всякие разные представлены Тоже супер Вот здесь вот уже они более-менее живые Хотя некоторые тоже уже такие, знаете, ну не выдерживают, конечно, такой климат И да Субтитры создавал DimaTorzok Также на выходе и в ходе представлены вот такие лавочки с различными сувенирами Но мы уже возвращаемся к нашей машине, которая нас будет забирать На этом я буду с вами прощаться И надеюсь, вам понравилось такое видео Всех люблю, целую и до новых встреч!